Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. Мы продолжаем с вами путешествие по моей любимой Кантабри. И сегодня я вас приглашаю в настоящую жемчужину атлантического побережья Испании. Город Кастро-Урдиалес, который был основан еще во времена Римской империи. Город сохранил множество красивых исторических памятников. Ну а для меня самая главная достопримечательность этого города – морская кухня этого города. Ведь город Кастро-Урдиалес – это прежде всего портовый городок. Гребля на байдарках и каное – один из самых популярных видов спорта в городе Кастро-Урдиалес. Сборная города – одна из трех сильнейших команд в этом виде спорта в Испании. Архитектура набережной города Кастро-Урдиалес – это воплощение прекрасной эпохи того периода, когда вся испанская и европейская знать любила отдыхать на водах. Паркинги для велосипедов в городе не менее важны, чем паркинги для авто. В декабре практически вся Кантабрия утопает в цветущих анютиных глазках. Чем заняться зимой в Кантабрии? Конечно же, поваляться на зеленой лужайке и погреться в лучах зимнего солнца. Присоединяйтесь, друзья! Не рябина, конечно же, но очень красиво. А сейчас мы с вами прогуляемся по самой старой улочке города Кастро-Урдиалес, которая славится своими барами. Даже просто проезжая мимо Кастро-Урдиалес, мы обязательно заезжаем в этот городок, чтобы посетить его бары. Заглянем в один из самых моих любимых баров. Город Кастро-Урдиалес Кастро-Урдиалес находится на самой границе со страной Баска, поэтому пинчезы здесь принято запивать баским белым вином чаколи. Чим-чим. Городская ратуша города Кастро-Урдиалес находится в здании 15 века, и местный мэр здесь заседает на антикварной мебели. Рыболовецкий промысел в городе Кастро-Урдиалес в основном ведется семейными бригадами, поэтому больших кораблей вы здесь не встретите. Вот на таких вот небольших лодочках каждый день вечером рыбаки и уходят в океан, чтобы к утру привезти хозяйкам свежую рыбку. А это прогулочная зона города Кастро-Урдиалес. Римский мост – одна из главных достопримечательностей города Кастро-Урдиалес. Сейчас мы начнем подниматься по нему вон к этой вот крепости. Крепость Санта-Анна находится на скале, которая возвышается над океаном на высоту более 50 метров. В крепости Санта-Анна постоянно проходят какие-то экспозиции, в основном местных художников и скульпторов. В застенках крепости Святой Анны хранится дорожный столб времен Римской эпохи. Он датируется 61-м годом нашей эры. Историки еще не пришли к единому мнению, к каким векам относится строительство крепости Санта-Анна. Но предполагают, что это был примерно X век. Со смотровых площадок крепости Санта-Анна открываются потрясающие пейзажи на океанах. За моей спиной находится один из старейших кафедральных соборов Испании, выполненный в готическом стиле. Начало его строения относится к XIII веку. Это как раз эпоха зарождения готического стиля в Европе. Соленый ветер с океана просто разъедает камень со временем, превращая его вот в такой вот оштур. А это памятник основателю города, императору Титу Флавию. Кстати, Тит Флавий вошел в историю своей знаменитой фразой «Деньги не пахнут», когда облагал общественные туалеты Рима налогами. Помните, советские парки всегда украшали статуи женщины с веслом? Ну а город Кастро-Урдиалис украшает статуи мужчины с веслом. Жизнь женщин портовых городов всегда проходит в ожидании своих мужчин. Вот и я в образе сижу и жду барку, которая вот-вот должна приплыть в море. Посмотрим, была у нее сегодня удача или нет. Отец волнуется в ожидании, повезло его сыновьям сегодня в море или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рыбка еще шевелится. А это загружает мороженую скумбрию, которая будет служить прикормкой для следующего улова. Такую мелкую скумбрию в Кантабрии за рыбу не считают и используют ее только в качестве подкормки. И снова в океан за следующим уловом. Так и проходит жизнь моряков. У испанцев врожденное чувство вкуса для декорирования своих домов. Чтобы полностью не губить дерево в качестве новогодней елки, просто использовали веточки туи. По дороге из Кастро-Ульдиалес домой в Сантандер мы заехали в небольшой поселочек Изла, где прямо из океана вырос потрясающий каменный сад. Город Изла, как и вся Кантабрия, находится на берегу Атлантического океана. А океаническому берегу, как известно, присущи ежедневные приливы и отливы. Ежедневно вода поднимается и опускается в амплитуде 5 метров. Сейчас вода ушла, начался отлив и мы практически можем видеть дно океана. Друзья, если вам понравился мой выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте поделиться со своими друзьями в социальных сетях. До новых встреч!